Во Франции медицинский препарат, который врачи десятилетиями прописывали подросткам и женщинам, оказался смертельно опасным. Среди побочных явлений лекарство эмболия, то есть закупорка сосудов. Пока производители выражают изумление, французские чиновники на время расследования запретили продажу. Российские потребители не смогут остаться в стороне лекарства, а все продается и в наших аптеках. Александр Никитин подробнее. Во Франции жертвами таблеток Дианы 35 признаны 4 человека. Это официальный, по всем правилам медицины подтвержденные случаи. Учитывая, что препарат продается уже четверть века и сейчас поставляется в 120 стран, эксперты полагают, он мог годами незаметно убивать десятки, если не сотни, женщин по всему миру. Только сейчас медики связали воедино несколько смертей от эмболии тромбоза. Все умершие принимали это лекарство. Агентство решило начать процедуру приостановки продаж препарата Диана 35 и его дженериков. Полностью они исчезнут с рынка в течение трех месяцев. В российских аптеках этот препарат в свободной продаже. Рецепт могут и не потребовать. Отчетности нет, этот рецепт как бы не остается в аптеке. Но именно, чтобы обезопасить пациента, в том числе себя также. Гормональный препарат создавался для борьбы с подростковыми угрями. А побочный эффект защиты при интимных отношениях стал своего рода бесплатным приложением красивой кожи. Мало кто знает, он даже не лицензирован как контрацептив. Хотя нередко назначается гинекологами именно в этом качестве. Этот препарат хорошо себе зарекомендовал. У него очень хорошая антиандрогенная активность. Он помог многим женщинам. Но он назначается, как правило, он курсом и под контролем врача. Это не рутинная контрацепция. Решив проблемы с угрями, тинейджеры о лекарстве забывают. Другое дело контрацепция. Ирина Сепина использует Дианы 35 уже больше трех лет. Она искренне считает эти пилюли едва ли не волшебными. От этих таблеток улучшается состояние кожи. Ну, скажем так, они направлены на красоту женскую. Ну и потом решили все мои проблемы. Инструкция к таблеткам как разворот центральной газеты. Девушка впервые внимательно читает противопоказания. Эмболия значится в списке побочных эффектов. Это, конечно, страшно. Мне даже сейчас хочется отказаться от этих таблеток. Я сегодня же запишусь на анализы в ближайшую поликлинику. Немецкая компания-производитель уже ответила французским ученым. Фармацевтический гигант удивлен такими выводами. Но громких судебных процессов, скорее всего, не будет. Все риски указаны в противопоказаниях. А прием лекарства как противозачаточного – это использование не по назначению. Пока во Франции подан только один иск к производителю. Через три месяца полный запрет на продажу Дианы 35 вступит в силу. Но только в этой стране. Французские медики проинформировали о своем открытии всех европейских коллег. Специалисты ряда стран уже заявили, что внимательно изучают эти доводы. От российского Минздрава пока не поступало никаких сообщений. Опасный препарат по-прежнему можно купить в любой аптеке. Александр Никитин, Татьяна Гагаринова, Анна Ивлева и Олег Прохоров. Катаканал.